Здарова, вы на канале DigitalSly и сегодня у нас будет видос по DaVinci, какие базовые кнопки использовать. Один момент для тех, кто смотрит это видео, оно подойдет в принципе пользователям абсолютно всех устройств, то есть если вы работаете на компьютере в DaVinci, в Premiere, Final Cut, там еще в каких-то редакторах, либо монтируете с телефона, то есть в принципе здесь один и тот же. Я вам покажу основные всякие штуки, которые есть в монтажной программе, чтобы вы уже поняли, что можно делать с роликами и какие бывают варианты. А там уже, ну, зависит от того, какую программу вы пользуетесь. Вам придется уже поискать, где какие кнопочки находятся, но в основном функционал везде очень-очень похожий. В DaVinci мы всегда используем ходкей. Это очень важно, это очень ускоряет работу. Я сейчас вам покажу несколько своих самых любимых кнопок, как я в принципе делаю монтаж. Это видео будет полезно для тех, кто хочет, во-первых, перейти в DaVinci. Во-вторых, не знал про эти кнопки. В-третьих, тем, кто только начинает монтаж, не знает, что здесь можно вообще делать. Вот у нас DaVinci, вкладка «Медиа». Я уже добавил несколько видео сюда. То есть, что нам нужно сделать? Во-первых, мы выбираем видео, которые нам нужны. Я их сейчас выбираю, в принципе, рандомно. Это кадры с прошлого года, но нам, в принципе, без разницы. Поэтому сейчас мы наберем что-нибудь, чтобы показать, хватит. Отлично, мы добавили вкладку «Медиа». То есть, это наш «Медиапул». Переходим в вкладку «Эдит», там, где мы, собственно, все начинаем отредактировать. То есть, принципов монтажа есть очень много разных. То, как вы именно это будете делать, зависит от конкретной задачи. То есть, например, если мы монтируем там какое-то длиннейшее интервью или что-то такое, то мы там закидываем все видео на тайм-линию и пользуемся вкладкой «Cut». Она вот здесь у нас находится внизу. Для более точного монтажа, скажем так, подрезки и всего остального, мы используем вкладку «Эдит». Она находится по соседству. Я, наверное, в отдельном ролике расскажу, что такое вкладка «Cut», как ее использовать. Мы сейчас не будем акцентироваться, а мы сейчас немножко подругое. То есть, смотрите, мы берем, например, все ролики, перекидываем их на тайм-линию. У нас создается секвенция. Вот она слева вверху. Вы можете фоном слышать, как тут ходят собаки, поэтому не обращайте внимания. Так, у нас есть все ролики. Отлично. В этих роликах нам, например, первый вариант. Смотрите, если мы хотим убрать аудиоряд, мы выбираем все ролики, кликаем правой кнопкой мышки, нажимаем, во-первых, «Link Clips». Сейчас у нас все ролики соединились вместе. По умолчанию у нас видеоряд привязан к аудиодорожке. Чтобы отцепить, нам нужно сначала выделить все, потом правой кнопкой мышки сначала линкануть, а потом мы убираем. Что получается? Кликаем на каком-нибудь пустом пространстве, чтобы у нас выделение с роликов снялось. И берем, и удаляем. Они нам тут теперь не нужны. Далее. Стандартная кнопка Blade. Это нарезка. Хоткей B. В DaVinci есть один маленький нюанс. Если вы переключаете раскладку, например, с английской на русскую, то DaVinci у вас может не воспринимать эти хоткей. То есть у вас раскладка должна быть на английском языке. Вот этот момент вы учтите. Это важно. То есть смотрите, как мы можем нарезать это все. Выбираем, например, прямо уже на тайм-линии. Это первый вариант, который вообще существует. То есть выбираем на тайм-линии кусочек, который нам нужен. Нажимаем кнопочку B. У нас появляется лезвие. Удаляем. Выбираем кнопочку A. У нас появляется вот этот вот инструмент. Называется Selection Mode. Выбираем то, что нам не нужно. Backspace удаляем. Выбираем пустое пространство на тайм-линии. Нажимаем снова Backspace. Все, удалили. У нас видео начинается там, где нам нужно. Кнопочки влево-вправо – очень важная штука. Если вы просто переключаете по одной кнопке влево либо вправо, оно будет переключать это все по фрейму. Если вы с зажатой кнопкой Shift начинаете отклацать, он туда переключает в два раза быстрее. Получается по 10 фреймов. То есть можно очень быстро перерубаться туда-сюда. Смотрите, мы примерно нашли то, что нам нужно. То есть собака убегает. И в принципе мы уже поняли, что этот кадр у нас будет финальным для этой сцены. Нажимаем кнопку плюс. Увеличиваем тайм-линию. Также это можно сделать вот здесь. То есть крутим влево-вправо. Обязательно пользуйтесь хот-кейами. Напоминаю, хот-кей ускоряет вашу работу раза в два точно. Минимум. Если вы еще быстро научитесь их кладить, то это вообще просто супер штука. Выбираем режим Blade. Нажимаем. Выбираем режим A. Кнопочкой A. Выбираем лишнее. Нажимаем на пространство. Срезали. Вот у нас есть первый кусочек, который нам нужен. То есть этот формат монтажа, я объясняю, он не всегда годится, потому что иногда нам нужно сделать как? Не нужно, вернее, сделать, а удобно сделать. Мы просто выбираем на превьюхе какой-то клип. То есть мы сейчас сделали два экрана. Делается вот здесь справа. Вот эта вот кнопочка. Справа вверху. Нажимаем либо у нас один монитор, viewer, либо два. То есть в левом у нас показывается то, что мы выбираем в нашем браузере. Справа у нас показывается то, что у нас происходит на тайм-линии. Если бы мы не закинули, например, вот смотрите, давайте удалим сейчас вот эти видео отсюда. Предположим, что у нас там очень-очень много видео разных, и нам сейчас нужно их рандомно выбирать, там рубить по крупности и так далее, по всем классическим, скажем так, методам монтажа. Ну, мы будем это делать по порядку, чтобы там сильно не заморачиваться. Выбираем. Вот у нас следующий кадр. То есть мы находим начало клипа какое-то. Вот, например, мне вот этот кусочек нравится. Есть два варианта выбора. Первый – это хоткейами, второй – это мышкой. Опять же рекомендую – хоткей. Смотрите, вот здесь справа внизу есть начало видео. Мы нажимаем. Находим момент, который нам нужно, время на котором мы хотим остановить, закончить, скажем так, этот кусочек. Притоложим вот этот. Нажимаем сюда. Хоткей – это I, это начало нашего фрагмента. О – это конец этого фрагмента. И далее. У нас есть три варианта, как перетащить это видео к нам на тайм-линию. То есть первый вариант. Мы берем за картинку, он перетаскивает нам вместе с аудио. Второй вариант. Вот появляется внизу вот здесь. Мы можем, во-первых, перетащить просто видео, либо перетащить просто звук. То есть если вы отдельно пишете какой-то закадр, например, на видеокамеру, он у вас со звуком, и в принципе видео для вас не имеет никакого значения, то мы можем перетащить просто аудио. Ну, понимаете смысл? Нам здесь нужно конкретно просто видео. Перетаскиваем видео сюда. Все. И нам здесь не нужно делать по предыдущему методу. То есть смотрим, у нас первый кадр закончился там, где нам нужно. Второй кадр закончился там, где нам нужно. То же самое можно сделать с третьим. То есть теперь будем с хоткеями. Например, находим начало. Предположим, вот хочу вот здесь. Нажимаем I. Находим концовку. Хочу вот здесь. Нажимаем O. Перетаскиваем видео. Перетащили. Следующий. Быстро выбираем кадр. Хочу начало вот с этого. Потом хочу конец вот здесь, например. Окей. Перетаскиваем на тайм-линию. И вот так у нас складывается наша секвенция и, соответственно, наше видео. Смотрите, еще один очень крутой инструмент, который здесь есть, называется Trim Mode. Он лежит на хотке T. То есть, когда мы нажимаем T, смотрите, у нас есть, например, вот этот кусочек видео. Например, нам не хочется менять. Мы, например, делали монтаж под B, как я уже рассказывал в видео про монтаж с нуля. У нас есть вот этот кусочек, но нам не нравится, где он начинается и где он заканчивается. То есть, как делал я раньше, когда не знал про это. Я брал вот этот кусок, поднимал его выше, растягивал его, находил начало, конец, который мне нужен. Потом удалял его и, соответственно, дожимал до вот этого пространства, которое происходит там внизу. Еще бывает, часто люди делают лесенкой. То есть, там один кусочек видео, потом второй, третий, вниз. И вот такой получается. Не помню, как это слово называется. Есть вариант намного быстрее. То есть, мы выбираем режим Trim Mode кнопочкой T. Увеличиваем чуть-чуть тайм-линию, чтобы нам было понятнее, что происходит. И посередине, когда появляется вот этот значок, мы начинаем просто перетаскивать. И он нам слева... Прочите внимание, сейчас я лишний Viewer уберу, чтобы было так понятнее. Смотрите. Левая часть куска – это начало видео, правая часть – это конец. То есть, мы можем подвинуть, как нам нужно, при этом у нас не меняется вот эта вот расстановка по ширине. Видите, как прикольно? И второй вариант этого Trim Mode, очень крутая штука, это если мы в этом режиме, напоминаю, вот он здесь справа, красненьким горит. Мы выбираем правую часть, и мы можем растягивать наше видео. То есть, мы можем продлить, и вся остальная там линия двигается вбок без срезания. То есть, очень круто. Пам, мы продлили. Я понимаю, что, наверное, слишком долго, поэтому сделаем как? Во-первых, можно взять точно так же и подвинуть сюда, в эту сторону, либо второй вариант. Если мы хотим, например, продлить следующее видео немножко назад, то мы цепляемся посередине. Появляется такой значок, мы двигаем его в середину. И мы можем очень быстро за счет вот этой функции Trim Mode двигать нашу там линию как угодно, влево-вправо, очень быстро, совершенно не тратя время на дополнительные какие-то ненужные действия. То есть, вот этот инструмент, он суперкрутой. Я рекомендую пользоваться. То есть, смотрите, я, например, очень часто собираю черновой монтаж. Я накидал кусочек, который мне более-менее нравится. У меня уже готовы все тайм-линии. Она там сведена со звуком, в переход, в бит. Но какие-то моменты мне не очень нравятся. Например, там, ну не знаю, если вы монтируете, бывает такое, что вы монтируете из готовых роликов каких-то там, новые штуки. Там, например, вам нужно сделать рекламу в Инстаграм. Или вы в ТикТок хотите это залить. И у вас есть готовый ролик. Вам его нужно, соответственно, нарезать. То есть, иногда бывает, что у вас там музыка разная. Соответственно, он будет по-разному у вас рубиться. И вот с помощью вот этого Trim Mode вы можете очень быстро двигать в разные стороны, как угодно и совершенно без проблем. Дальше. Смотрите, что здесь есть еще. Например, если мы нажимаем, выбираем тайм-линию. То есть, обязательно нужно кликать по тайм-линии, потому что в каждом вот этом окне у нас наши нажатия воспринимаются по-разному. Если у вас что-то происходит не так, то, скорее всего, вы просто не кликнули куда нужно. Смотрите, кликаем на тайм-линии. Кнопочка вверх, кнопочка вниз переключает нам между нашими кадрами. То есть, опять же, плюс-минус быстро увеличиваем. Например, если мы хотим вставить вот между вот этих двух кадров какой-то кусочек определенный. То есть, смотрите, мы выбираем следующий наш ролик. Если у вас стоит режим одного окна, вот здесь в просмотрщике, то вы нажимаете кнопочку Q. Это рядом с табуляцией она находится. Она переключает нам между исходным видео, которое мы хотим засунуть, и видео с тайм-линией. То есть, например, это очень удобно, если вы работаете вот здесь, справа вверху, нажимаем инспектор. Здесь мы уже никак не можем засунуть два окна. Поэтому, что мы делаем? Мы кнопочкой Q быстро перерубаемся. То есть, вот смотрите, вот этого куска у меня на тайм-линии сейчас нет. Я хочу посмотреть то, что у меня происходит на тайм-линии. Я нажал Q, я нахожусь на тайм-линии. Я нажал еще раз Q. У меня вот эта часть, которая здесь красным горит. Видите, выделена. Вот, например, я хочу взять вот начало вот этого клипа и оставить его там, где, например, улетает палка, выбегает собака. Очень смешно. Вот эта часть. Есть режим вставки посередине. То есть, мы нажимаем Insert Clip, и он нам добавляет его посередине. Но единственный момент, что вот этот Insert Clip, он перемещается вместе с аудио. Здесь мы правой кнопкой мышки нажимаем, убираем галочку Link Clips. Кликаем в любом свободном пространстве, чтобы у нас снялось выделение вот этих клипов. Нажимаем отдельно на аудиодорожку, нажимаем удалить. Все, готово. Далее кнопочка магнит. Очень важная. То есть, когда мы переключаем, например, мы хотим перетащить дорожку какой-то другой дорожки, нам важно, чтобы они прилипли друг к другу. За это отвечает кнопка магнит. Если мы врубаем магнит, он начинает у нас таскаться туда-сюда более плавно. Зачем нужно вообще, в принципе, зачем нужно отключать магнит, если это очень удобно. Например, если вы делаете саунд дизайн, у вас есть аудиодорожка, и она липнет, ну у вас там такая, скажем так, очень динамичная нарезка видео, и они начинают липнуть друг к другу. Это жутко неудобно, потому что мы хотим, например, кусок аудио засунуть, что у нас начинается там в предыдущем кадре, какой-то кусок у него там, какой-нибудь свуш, например, который фшшш, они должны переходить где-то между кадрами. То есть, мы вырубаем магнит и, соответственно, двигаем. Очень удобно, как нам нужно, и он совершенно не мешает нам с прилипанием. Но если нам нужно попасть именно точно в склейку, тогда мы включаем магнит, и он нам лепится именно в те моменты, где он, в общем, прилипает к началу ролика, либо к концовке ролика. Например, если мы хотим сделать вот такую историю. Потому что не всегда удобно шашечкой вот так делать монтаж. Потому что бывает, что дорожек очень много, у нас тайм-линию приходится там, типа, либо увеличивать, либо уменьшать. Кстати, увеличивать, либо уменьшать там линию можно вот здесь. Смотрите. Слева вот эта вот иконка. Мы на нее нажимаем. И здесь можно сделать видео больше. То есть, превьюху. Либо меньше, наоборот. Если у нас много дорожек, но превьюху у нас исчезает. То же самое можно сделать с аудио. Но аудио у нас здесь нету. Поэтому, как бы, наглядный смысл тот и точно такой же. Опять же, в этой менюшке можно поменять расположение, принцип того, как выглядит наша тайм-линия. Можно поменять размеры и формы. Это для аудио. И вот здесь очень важное меню, которое по умолчанию закрыто. Это отдельные тайм-линии. То есть, смотрите, например. Если я кликаю вот сюда. Вот на вот это. У меня появляется вот эта вот менюшка, скажем так. То есть, что можно сделать здесь? Здесь я могу создавать отдельные тайм-линии новые. Например, вот у меня есть там какое-то видео. Ну, не знаю, там о чем-то. Есть отдельное видео, которое я делаю, как заставка, например, для этого видео из нарезки. То есть, что можно делать? Создаете отдельную тайм-линию. Закидываете туда ваше видео. Что-то там собираетесь с этой тайм-линией. И потом просто выделяете Command-A. Я на майке, поэтому на винде там немножко по-другому. Там, по-моему, Ctrl-A или что-то такое. Я думаю, вы разберетесь. Выбираем Command-A, Command-C. Я, видимо, не скопировал. Нажимаем Command-V. Все, оно вставляется. Причем вставлять можно абсолютно в любом месте. То есть, единственное, он вставляется с обрезкой кадра. То есть, это тоже не суперудобно, но тут ничего не поделаешь. Опять же, никто не отменял у нас Command-Z. Это отмена предыдущего действия. И так далее. В принципе, здесь есть вот несколько вариантов вставки. То есть, например, есть перезаписать клип. Если мы выбираем там какой-то кусочек, он нас не устроит. Мы хотим поменять просто на него. Нажимаем Override. Ну, я обычно так не делаю. То есть, я выбираю новый кусок, который мне нужен. Закидываю сверху. Настраиваю. Понимаю, подходит ли он или нет для моего видео. И потом уже просто убираю нижнее. Точно так же со всеми этими инструментами вставляю на место. Смотрите. Еще одна крутая фишка – это маркеры. Маркеры – очень полезная тема, если вы делаете большие какие-то ролики. И вам какие-то моменты либо хочется потом переделать, либо у вас просто есть какой-то вопрос к этому видео. Ну, то есть, например, вы не уверены, что вы хотите конкретно вот этот кусок вставлять. А видео у вас большое. Ну, то есть, представляете, у вас там, например, 10 минут, там какой-нибудь, если музыкальный клип, ну, 4 минуты нарезки. Мы берем кнопочкой M, вставляем маркер. Смотрите, выбираем какой-нибудь момент, нажимаем кнопочку M. Например, ОК, нажали. С зажатой кнопочкой Option на Mac и, скорее всего, Alt на Windows, мы можем этот клип выделить. То есть, вот у нас есть какой-то кусочек. Если мы два раза по нему кликнем, мы здесь можем выбрать цвет, например, красный, и написать что-нибудь. Там какой-нибудь сомнительный момент. Нажимаем ОК. И потом, когда мы наводим на него мышкой, у нас здесь появляется текст, который мы туда записали. То есть, например, там, не знаю, поменять звук. То есть, вы можете сделать какой-то монтаж. Я понимаю, что многие люди, бывает, очень много делают сет-монтаж, устают, и они решают, ну, там, доделать его завтра, например. Поэтому можно понаставить вот таких маркеров, и чтобы завтра не вспоминать, в каких моментах у вас были вот эти вот пробелы, вы выбираете этот маркер, и всё. И причём он ещё отображается вот здесь на тайм-линии. То же, что очень-очень удобно. Помимо этого, есть ещё кастомные кнопки. То есть, я пользуюсь не стандартными хуткеями, которые есть в DaVinci, а использую, ну, как бы настроены под себя. То есть, например, у меня есть кнопочка C. В каком-то моменте я могу, например, там, выбрать какой-то момент, я нажимаю C, и он мне сразу её режет. Но единственное, кнопкой C он режет все дорожки, которые лежат сверху друг над другом, и режет аудио. То есть, не всегда кнопка C хорошо работает во время монтажа. То есть, она прикольная, если вам нужно реально длинный кусок срезать. То есть, например, в интервью это прям незаменимая кнопка. Вы выбираете там кусок, у вас, например, лежат три дорожки в мультикаме, там, три разных плана, и ещё там лежат, например, две дорожки аудио. То есть, один спикер, второй спикер. И чтобы не резать кнопочкой B, режимом Blade, нам все отдельно дорожки, мы просто один либо два раза нажимаем C, потому что C работает. Либо он просто срезает нам видео, либо бывает, что верхнее видео. И поэтому можно нажать два раза кнопку C, он нам срежет прям всю дорогу полностью. Мы выбираем какой-нибудь кусок, который нам вообще просто не нужен. Удаляем его, всё, никаких проблем. Из основных кнопок ещё покажу вам раздел «Инспектор». Он находится вот здесь вот справа. Многие люди, которые переходят из премьер, они переживают, что в DaVinci очень неудобно настраивать, скажем так, workspace, типа место, где мы работаем. Честно скажу, я тоже, когда перешёл на DaVinci, я сижу на нём где-то, наверное, года два, может, два с половиной, они как 16-ю версию выкатили, сделали здесь хорошую монтажку, клёвую добавили сюда adjustment clips, как в Premiere Pro. И я понял, что сейчас это самый крутой инструмент для работы. Собственно, поэтому я вам сейчас всё объясняю на DaVinci. Смотрите, вот здесь, вот эти все кнопки, которые поверху находятся, мы можем их с помощью них выбирать разные менюшки. Но это ещё не всё. То есть, смотрите, если, например, нажму вот эту кнопку, то у нас здесь становится мне намного длиннее. И получается, что если я нажму Media Pool и эффекты, то у меня здесь, видите, помещаются два режима. Либо если мне не нужно так много, например, то мне нужна сейчас вкладка просто эффект. Вот я хочу, например, какие-нибудь титры наложить туда. Окей, либо какие-нибудь генераторы и ещё всякие штуки. То вот, пожалуйста, нажали открыть-закрыть. И то же самое про всё остальное. Справа у нас есть микшер, можем убрать. Метадата. Метадата очень полезная штука. Когда вы снимаете, вы не знаете битность цвета вашего видео, вы не знаете частоту кадров, вы не знаете разрешения, нажимаете метадаты, выбираете какой-то конкретный клип, и он вам показывает всю инфу про этот клип. То есть, в кодек, которым он записан, звуковой кодек, герцовка звука, частота кадров, разрешение. Тут ещё есть внутренние метадаты, которые, кстати, пишутся не во всех камерах, но в основном, если вы... Основное, что вам нужно знать, это либо у вас 10-битное видео, либо у вас 8-битное видео, чистота кадров и разрешение. Всё. Как бы это основная инфа, которую вам желательно знать. То есть, аудиоканалы, там и всё остальное, тоже можете здесь посмотреть. Метадата, чем удобно, это когда вы, например, вам скинули кучу разного материала, и одно видео с дрона, второе видео, там, например, с камеры, третье, например, со второй камеры, и вам нужно понять, какому минимуму чистоты кадров вам нужно привести весь ролик. Например, там один 25 кадров в секунду, другой 30 кадров в секунду, другой 60 кадров в секунду и так далее. Что делать? Тогда открываете метадату, смотрите все ваши ролики, раскидываете и выбираете самый меньший из зол. То есть, можно иногда поставить всегда 24. У меня были такие моменты, когда кадры скуптора, например, они там в 30 кадров в секунду сняты, а все основные видео у меня в 25. То есть, что делать надо? Мы заходим в метадату, видим, что у нас здесь основные 25, а все остальные там 30 кадров в секунду. Как в этом случае поступать? Заходим в инспектор. Здесь есть точно такая же менюшка, чтобы мы могли продлить вот эту часть, срезая чуть-чуть тайм-линию. Выбираем видео, которое нам нужно. Представим, что она у нас сделана... Ну, сейчас я какой-нибудь кусочек поменьше выберу, например, вот эта. Смотрите, мы сейчас его подведем. Мы его сейчас еще замедлим. Как замедлять, я вам сейчас покажу. То есть, замедляя, у нас получается вот эта вот история, когда у нас видео скачет. Это неправильно, потому что я сейчас сделал замедление больше, чем нужно. Но выход есть, на самом деле, если нам реально нужно это все сделать, и у нас вообще никак без вариантов. Мы заходим во вкладку инспектор, находим Retime and Scaling и выбираем здесь режим Optical Flow. Что это за режим? Это режим, который нам... Ну, получается, смотрите, у нас есть несколько кадров, то есть идут друг за другом. Они у нас растягиваются, соответственно, у нас получается временной промежуток между этими кадрами. И вот этот режим Optical Flow, он дорисовывает разницу между этими кадрами, и наше видео становится плавнее. Сейчас он... Смотрите, он может работать, но может работать с артефактами. В любом случае, видите, что происходит? Как бы Optical Flow, он не всегда вас спасет, если есть очень много деталей в кадре, там такие, как волосы, либо там куча листвые, конкретно здесь у нас куча деревьев, то видите, что происходит? Получаются какие-то такие гличные эффекты. Помимо этого, есть еще несколько вариантов, например, режим наложения. Вот такой. Видите, ближайший кадр. То есть, может быть, он даже нам сейчас отработает немножко получше. Не отработал. Режим Frame Blend. То есть, режим Frame Blend, он как бы дорисовывает нам тоже разницу между кадрами. Видите, что получается? Но если мы сделаем не на 50%, а, например, на 84%, то я думаю, он сейчас будет работать намного лучше. То есть, смотрите, стало уже более-менее смотрибельно. Как бы, если совсем все дела плохи, и вы не делаете рекламу, и вы просто делаете какой-то видосик для себя, и вам хочется чуть-чуть растянуть, то, пожалуйста. Вот тут есть несколько вариантов использования. Смотрите дальше. Кнопочки. Правой кнопкой мышки кликаем по клипу. Тут есть такая штука, называется «Изменить скорость клипа». То есть, здесь мы можем сделать либо нормальную скорость 100%, которая и была, собственно, у нас в исходнике, либо можем ее уменьшить, увеличить. Например, то же самое. Нажимаем правой кнопкой мышки. Change Clip Speed. Нажимаем здесь 200. Смотрите, единственный момент, как он работает. Он нам ускоряет вот это видео, но он его не растягивает влево-вправо. То есть, у нас клип получился длиннее. То есть, ну, представляете, он добавил нам дополнительные кадры, но при этом и сам его не растянул. Второй вариант использования – это Retime Controls. То есть, у меня это стоит на хотке «Command R». И причем я это делал вручную. Вручную делается очень просто. Мы заходим в DaVinci Resolve, слева вверху «Preference». Здесь у нас есть… Так, извиняюсь, не в DaVinci Resolve, «Preference». Заходим в DaVinci Resolve. «Keyboard Customization». И вот у нас есть вся раскладка клавиатуры, которая нам нужна. Здесь мы можем уже посмотреть на кнопки, которые у нас заряжены на какие-то штуки. То есть, когда вы начинаете монтировать, вы не знаете, где какая кнопка находится, заходите вот в это меню и смотрите, что где находится. То есть, здесь есть очень много интересных штук. То есть, у нас есть здесь управление мультиком, по умолчанию стоит увеличить, уменьшить дорожку. Вы можете какие-то штуки поменять. И есть также кастомные, скажем так, пресеты. То есть, я сделал у меня «Command R». Это как раз-таки Retime Controls, потому что по умолчанию они выключены. То есть, что эта штука делает? Вот у нас как выглядит по обычному дорожка, вот у нас Retime Controls. Мы можем за правый верхний угол взять, причем не вот здесь, смотрите, не вот в этой части, именно вверху, когда у нас появляется черная стрелочка. Здесь мы можем уже растягивать наше видео больше-меньше. То есть, соответственно, нам надо считать, если мы снимали, например, многие люди снимают 50 кадров в секунду, а потом, если им нужно, какие-то моменты, скажем так, замедляют. Я тоже так раньше делал. То есть, иногда это спасает, потому что, когда у вас идет там поливалого, скажем так, вы снимаете и основную часть, которые там, ну, интервью их какие-то, стендапы, которые вам не нужно замедлять, ну, или влог какой-то, и какие-то части, которые нужно замедлять. То есть, каждый раз останавливаться, переключать там с 25 кадров на 50 кадров, либо на 100 кадров, не очень удобно. Поэтому многие снимают просто сразу там большое количество кадров. И потом, соответственно, так растягивают. То есть, что мы делаем? Мы выбираем этот момент, если мы снимали в 50 кадров в секунду, а секвенцию у нас 25. Мы берем и тянем это все до 50%. Вот там внизу она показана. Все. У нас видео стало в два раза короче. Вернее, в два раза замедленнее. Не короче, а замедленнее. Это другое. Так как у меня, в принципе, стоит вывод секвенции уже замедленный. То есть, если я снимаю, например, 100 кадров в секунду, то он мне автоматом выводит. Это уже как замедленное видео в 25 кадров в секунду. Просто это не во всех камерах есть. Поэтому в этот момент тоже учитывайте. Супер-классная штука. То есть, два варианта. Опять же, еще раз, change clip speed. То есть, нам нужно, например, у нас 50 кадров в секунду. Мы хотим сделать slow-mo в два раза. Мы вот здесь выбираем speed. Выбираем 50%. Смотрите, вот эти вот кнопочки дополнительные. Например, reverse speed. Вот здесь мы можем, опять же, через это меню поменять направление. То есть, видео у нас будет идти наоборот. То есть, правая кнопка мышки, change clip speed. Убираем reverse. Например, мы хотим сделать один кадр, чтобы он у нас замер. Ну, не знаю, вы что-нибудь там добавите, какие-то титры еще и так далее. Выбираем кусок, который нам нужен. Вот, например, какой-нибудь вот этот. Правой кнопкой мышки кликаем. Не обязательно конкретно там, где находится у нас селектор тайм-линии. Мы можем в любом месте. Выбираем change clip speed. Нажимаем freeze frame. Нажимаем change. И он нам этот момент обрезает. И теперь этот момент у нас замер. То есть, видите, у нас идет пам-пам-пам. Так, тут у нас reverse speed стоит. Сейчас забыли убрать. Неправильно сделал. Надо было сначала убрать reverse speed. То есть, выбираем. Change clip speed. Убираем reverse speed. Нажимаем change. Выбираем какой-нибудь момент, который нам нужен. Правой кнопкой мышки кликаем. Change clip speed. Freeze frame. И он нам замораживает этот кадр. Причем он делает обрезку. Смотрите, мы можем его отдельно вытаскивать. Пам. Видите, и кадр у нас замер. Далее. Какие еще есть клевые фишечки по поводу настроек и базовых кнопок? Вот эта вкладка инспектор. В нем как раз вы можете делать абсолютно все с вашим видео. Ну, большую часть, скажем так. Самую нужную. То есть, мы можем зумировать видео. Делать больше-меньше. Можем двигать его влево-вправо. Лево-вправо-вверх-вниз. Можем его разворачивать. Если, например, вы завалили угол немножко, то нужно будет немножко кропнуть. И потом там развернуть. Как-то чуть-чуть. Archer point. Это якорная точка. То есть, относительно чего у вас видео ваше будет двигаться. То есть, Archer point вы можете сдвинуть. И тогда у нас начинает работать. Видите, он начинает крутиться немножко справа. То есть, центр видео у нас переезжает в какую-то часть. Либо влево, либо вправо. Pitch. Повороты. Pitch. Yaw. То же самое. Развернуть слева-направо. Вверх-вниз. То есть, все делается супер-быстро. Вот эти кнопки – это вернуть все обратно. Вот эта кнопка – это ключи. Про ключи я вам расскажу в отдельном видео, потому что это такая большая штука. Здесь же можно сразу кропнуть. Слева-справа обрезать. Например, если мы делаем картинку в картинке и так далее. Вверху-внизу. И вот эта штука, которая называется softness. Это мягкость вот этого перехода. То есть, мы можем делать либо мягче, либо жестче, как угодно. Все супер-быстро, удобно. И можно вернуть. Два раза, если вы нажимаете, например, что-то какой-то эффект сделали. Можете на него прям кликнуть два раза. И он вернется нам к нашему исходному моменту. Вот, например, кнопочка option. Скорее всего, на винде, я думаю, это будет alt. То есть, зажатая кнопка. Смотрите, что я сделал. У меня есть видео. Я хочу ее подублировать. Я сжимаю кнопку option. Я поднимаю это видео. Он нам его дублирует. То есть, смотрите, можно сделать сходу прям супер-быстрый эффект. Мы сейчас перетащили. Дальше переходим в следующую вкладку. Composite mode. Во-первых, здесь есть прозрачность нашего видео. То есть, мы можем сделать вот такую штуку. Видите, у нас одна собака бежит впереди, вторая чуть сзади. Можно всякие странные эффекты пилить такого типа. Здесь мы можем, помимо того, что мы делаем прозрачность, мы можем выбрать разный режим Composite mode. Это смешивание. То есть, через цвет, через какие-нибудь эффекты. Это прикольная штука. То есть, это с наложением кадра на кадр. Там много чего бывает. И здесь можно очень классно креативить. То есть, какие-то такие вообще вещи делать странные. То есть, тут нет предела вообще фантазии. Поэтому развлекайтесь. Стабилизация. Здесь можно точно так же отставить наше изображение. То есть, мы выбираем режимы стабилизации. Их тут три есть. Их надо пробовать все конкретно под разные видосы, которые лучше работают. То есть, я обычно использую режим Simulity. Он похож очень сильно на то, что происходит. Мы нажимаем кнопочку Stabilize. Он начинает анализировать наш клип. И потом начинает его стабилизировать. То есть, соответственно, если вы ставите режим кропа, то он вам еще его и обрезает автоматически. Видео становится более плавным. Ну, там иногда бывают, как вот эти мемасы видели, про премьер. Там есть такая штука. Я уже забыл, как называется. Короче, там есть эффект тоже стабилизации встроенный. Он всегда очень работает. Ну, не всегда. Там 90, может быть, 80 случаев криво. Когда начинаю все растягивать, вытаскивать. Там что-то варп стабилизейшн, кажется. Очень многие смеются над этим. Здесь такого нет. Здесь все работает немного лучше. Но, опять же, если вы выберете неправильный режим, у вас там изображение может поехать. Если у вас какие-то штуки там. Были динамичные. Дальше. Ленс Коррекшн. Например, если мы снимаем на фишай, мы можем поправить этот режим фишай. Вот, например, у меня есть линза, которая, в принципе, фишай работает. И я уже знаю, что у меня вот этот фишай. Я себе отдельно прям записал, что у меня 0,270. И я на этой линзе выпрямляю дисторсию. Получается, я взял себе там оптику подешевле. Фишай, ну, типа без линейной дисторсии. То есть, есть широкоугольные объективы, которые, в принципе, не делают этот эффект бочки. Но они всегда стоят дороже. У меня там была ситуация, что мне нужно срочно снимать. Мне нужен какой-то супербыстрый объектив. Не супербыстрый, супердешевый. Потому что съемка вот завтра. И сейчас я не готов тратить там 70 тысяч на какой-то дорогой крутой объектив. Я пошел, купил за 10. И, собственно, он у меня работает точно так же абсолютно, как без везде и дисторсии. Но мне приходится вот с помощью вот этого mini-lens correction его исправлять. И вот здесь retime and scaling. Это вот этот момент, который я вам показывал с наложением кадров. То есть, например, когда мы снимаем таймлапс. Таймлапс у нас начинается такой весь топорный. И чтобы сделать таймлапс прикольнее, здесь можно наложить либо вот этот режим нерест. Нерест. И у меня с английским акцентом плохо. Поэтому либо нерест, либо фреймбленд. То есть, разберитесь. Вы накинете и так, и так. Посмотрите, как лучше. И последняя, наверное, кнопочка на сегодня, которая самая нужная вообще из того, что есть. Но это конкретно в DaVinci. Это кнопка... Вот здесь она находится во вкладке playback. Render cache. То есть, режим smart. Это когда у нас компьютер начинает тормозить после каких-то эффектов. То есть, мы навалили там кучу эффектов на какие-то куски. И видите, появляется красная полоска. И в принципе, я рассказываю, по-моему, очень много про прокси. Я отдельно запишу видео про прокси. Всякие там хитрости, лайфхаки, как использовать. Но если компьютер тормозит, то есть вот, пожалуйста. Да, будет отдельное видео точно, 100%. Как настраивать прокси. Потому что это супер крутая штука. И супер полезная. Особенно если у вас не особо мощный компьютер. И отдельно мы еще поговорим про цвет. То есть, как вы вводите из такой бледно-серого изображения. Очень клевое, цветное. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Постараюсь ответить. Либо я сниму новое видео. Ну, то есть, как сделали мои там подписчики, скажем так, знакомые. Потому что у меня очень много людей становится знакомым, если вы к ним подписываете. Мне всегда можно написать в Инстаграм, либо там в какие-то соцсети. Везде Digital Fly. Подписывайтесь. И я сниму точно так же, как по запросу для вас новое видео.